Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Сегодня у нас 10-й практический урок, и на нем мы с вами разберем такой процесс, как авторизация. Поговорим о понятиях идентификации и ау-идентификации. Посмотрим, как все это взаимосвязано, как все это работает. И, как обычно, постараюсь сделать это максимально просто и доступно, для того, чтобы у вас не осталось никаких вопросов после просмотра данного видео урока. Ну что, погнали! Итак, дорогие друзья, для наглядности и лучшего понимания я подготовил 3 экрана мобильного телефона и форму логина приложений. Первый экран у нас будет примером, как происходит идентификация. Второй экран у нас будет примером процесса ау-идентификации. Ну и третий экран у нас будет примером авторизации. Итак, первый экран, на нем у нас идет распознавание пользователя по его уникальному идентификатору. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такой формой. Цель идентификации – понять, кто у нас стучится в нашу систему. Чаще всего для идентификации используется почта, имя, ник юзера, бывает телефон. Бывает что-то на выбор, к примеру, или ник, или телефон. И этот идентификатор, он будет уникальным. То есть, в системе, как правило, не может быть зарегистрировано два одинаковых идентификатора. Два одинаковых номера телефона, два одинаковых имейла и так далее. Скорее всего, вы сталкивались, к примеру, с формой регистрации на почту, что вы вводите в ваш идентификатор, условно говоря, вася-92, а у вас система подсвечивает поле красным и говорит, что пользователь вася-92 уже существует в базе. Попробуйте создать пользователя. И предлагает на выбор несколько других вариантов вася-922, либо вася-нижнее подчеркивание-92, либо какой-то свой вариант. Вот это будет пример идентификации. Второй экран. Он у нас отвечает за процесс аутентификации, а именно проверки пользователя на его подлинность. Что юзер у нас действительно является тем, кем он представляется системе, пытаясь в нее попасть. Аутентификационные данные могут касаться информации, которая пользователю известна. Это первый вариант, первый способ. К примеру, самый распространенный тут это пароль. Либо это может быть пин-код, секретное слово и так далее. Главное, что эта информация известна конкретному идентификатору. Второй способ аутентификации это обладание. Является ли наш юзер, который стучится в систему, обладателем чего-то. К примеру, уникальных биометрических данных, присущих только ему. Это очень хорошо распространено в телефонах. К примеру, когда наш девайс аутентифицирует нас по Face ID и дает доступ к пользованию или по нашему отпечатку пальца, к примеру, по Touch ID, вот это будет обладание пользователем уникальных биометрических данных. Третий способ по признаку, что пользователь имеет. Это что-то уникальное, почем система его может аутентифицировать и пропустить дальше. И тут я бы привел такой пример, когда у нас есть банковское или налоговое приложение, мы его запускаем, и после того, как запустили, у нас просится набор ключей. Мы вставляем нашу флешку с ключами в компьютер, и система распознает эти ключи, дает нам доступ к использованию системы. Внимание! Если мы ввели после логина пароль, это будет однофакторная аутентификация. Самая простая. Но если система говорит «Окей», тебе известен пароль, но, возможно, ты его украл. А обладаешь ли ты, как юзер, какими-то биометрическими данными того, за кого ты себя выдаешь? А давай-ка ты, дружочек-пирожочек, покажешь свое лицо и докажешь системе повторно, что ты есть ты, и система проведет повторную аутентификацию. И вот это уже будет наша многофакторная, а конкретнее двухфакторная аутентификация. Это вот как раз для собеседований. могут спросить, в чем отличие однофакторной и многофакторной аутентификации. Так вот, еще раз. Многофакторная – это когда пользователь два и более раза приводит доказательства системе о том, что он знает, обладает, либо имеет. Итак, с идентификацией и аутентификацией мы разобрались. Финальный этап – авторизация. Это у нас третий экран. Это завершающий этап, когда система проверила наш идентификатор, провела процесс аутентификации, и если все окей, система сопоставила, что мы ей дали данные верные, и у нас нет ошибок на первых двух этапах, то система наделяет пользователя определенными правами. Возможно, система авторизовала нас, как юзера с определенным набором возможностей и показывает нам информацию, которую должен видеть обычный пользователь системы. На экране тут мы видим определенные секции в нашем приложении. Представим, что мы можем кликнуть по ним, увидеть какую-то информацию, к примеру, что-то тут открыть, просмотреть, проскролить и так далее. Это если мы зашли в систему как обычный юзер, авторизовались в нее. А возможно, система авторизовала нас, как администратора системы. Такое тоже может быть. В таком случае система дала права к примеру, на редактирование или удаление информации. И вот тут у нас огромное поле для проведения тестирования. Нам, как тестировщикам, это важно. Насколько система правильно ведет себя на этапе идентификации, затем на этапе аутентификации и в итоге авторизации. Все ли у нас происходит в соответствии с нашими требованиями, нет ли у нас каких-то ошибок, потому что баги на этих этапах, на этапе идентификации, аутентификации и авторизации, они критичны, ребята. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами разобрали понятие идентификации, аутентификации и авторизации, разобрали наш первый вопрос по подготовке к Сабесу на Кей. Надеюсь, вам стало более понятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить разбор новых вопросов и, конечно же, практику по тестированию. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»